Если еще вчера жители Татарстана не представляли свой выход из дома без зонта и резиновых сапог, то уже сегодня все достали зимние шарфы, сапоги и даже утеплились шапками. Холодный ветер, гололед и небольшие снежные осадки – спутники горожан на ближайшее время. Мы оказались под воздействием холодного фронта. Этот холодный фронт протянулся от Арктики в сторону, Черного моря, по сути дела, и он нам принес сразу резкое похолодание. К нам пришел арктический холодный воздух. Еще пару дней назад нас сопровождал Атлантический циклон, который помимо тепла принес нам рекордное количество осадков. За сутки температура понизилась до 11 градусов. На этом фоне появился характерный шквалистый ветер, который заставил переживать многих жителей. Такая резкая смена погодных условий обернула нас из золотой осени в холодное предзимье, которое сопровождается минусовой температурой и снежным покровом, выпадающим в 20-х числах ноября. На вопрос, что нам ожидать от зимы, синоптики отвечают просто. В декабре будет холоднее климатической нормы, ниже холодным. А последующие месяцы в пределах климатической нормы. То есть они не ожидают ни холодов особых, но зима и зима, и поэтому всегда волны холода и волны тепла будут чередоваться. В связи с так называемым глобальным потеплением синоптики отмечают, что зимы становится все спокойнее, а ярких холодных вспышек становится все меньше. В этом году ситуация не будет сильно отличаться от любой другой. И зимний период будет в пределах климатических условиях с небольшим количеством осадков, преимущественно выпавших в декабре. Вот. Основной холод – Урал, Сибирь. Синий. Там, где красный, дальше выше климатической нормы. А у нас вот все-таки пониже климатической нормы. Ну, не так далеко от нее. Не такие же большие у нас холода будут. Но вот оно чуть пониже климатической нормы. Вот. Это прогноз до 23-го. То есть на декабре. Помним, что прогнозы оправдываются лишь на 60%. Поэтому, что нам принесет природа, остается загадкой. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова